Я понимаю, когда кто-то берет домой ведро угля, потому что замерзает. Но когда это набирает какой-то массовый характер, и это все деньги, это же не мои деньги, это деньги муниципального предприятия. Это деньги ваши, это деньги горожан. И когда кто-то считает, что ему можно все, значит, то я с этим не то что не согласен. Я вчера взорвался именно из-за того, что это воровство начало приобретать массовый характер. И кто-то как баран должен работать, кто-то должен искать деньги, а кто-то должен решать свои личные вопросы за счет денег муниципального предприятия. Я вчера частично зачитал письмо на совете, значит, Иван, как ваш? Гузганов. Да, Гузганов. Я зачитал ваше письмо вчера, мне его дали позавчера, я его получил по электронной поясе. Значит, вчера я видел комментарий, значит, главный инженер говорил, что он не придет, он есть, да? Все. Вы вчера просто сказали журналистам, что это все вранье, и несколько раз, когда нужно было там за знаками в Румынии что-то делать, вы заправляли микроавтобус, правильно? Я думал, Юрий Николаевич поднимется и скажет, что да, действительно, мы привезли, и, кстати, привезли на этом автобусе, на этом же бусе привезли, и на этот раз солярку не давали никакую, просто привезли и все. И есть завсклад, который поднимется тоже, скажет, что весь этот забор, который делаем, тоже этот же бус привозит, доставку делает материалов, тоже без никаких денег, без ничего. Вы это, да, здесь? Да. А? Да. Значит, подойдите поближе. Вы ничего не хотите сделать? Ну, уже рассказывали, рассказано все, что. Не, ну что все сказано? Вы заправляли микроавтобус? Ну, не микроавтобус, бус, да? Ну, да. В указании было, главный инженер, что необходимо там для поездки, что необходимо такое количество топлива, и мы выдавали, как получается. Да, вы говорите про те видео, где заправляли в канистры, да? В канистры и в бак заправлял там. В канистры и в бак. Сложно в это поверить, но у меня есть другие видео просто, и аудио. Значит, скажите, пожалуйста, это вы здесь какую машину заправляете? Для кого? Для кого? Да. Чья машина? Бан инженер был, сказал, что нужно, необходимо поехать, там, в Кишнев, не знаю, куда. Белая машина, чья, скажите? Ну, я. Ваша. Взять это для кого-то из родственников, да? На тот же забор его я. Значит, вы здесь на всех видео. Значит, чтобы было понятно работникам. Значит, просто берется шланг, передается. То есть счетчик идет на Вольво, а вот заправляется белая машина. У меня полный телефон на этих видео. У вас каждый день заправка, значит, ваш Хюндай. Да. Ваш Хюндай. Потому что видео эти, где вы загружаете бус, про который говорите, их не так много. Их два или три. А вот, где вы заправляете, вы заправляете вашу машину, у меня полный телефон. Вам тут даже на одном видео заправщик, сейчас я вам покажу, показывает. Камера стоит, уйди в сторону, потому что вместе попадем. Отойди в сторону. Сейчас я вам это видео покажу. Послушайте, я все понимаю. Хмарный молчал про забор и так далее. Хмарный молчит не только про забор, понимаете? Может, одни его пугали, вторые его встали в какую-то другую ситуацию. Значит, вот видео, где вы приезжаете, где заправщик вам говорит, отойди из-под камеры. Вы это видео видели? Нет, видео ни одно не видели. Но знаю, что такие есть. Я знаю, что есть такие все. Хорошо, вы знаете. Значит, скажите, пожалуйста, ваш, как фамилия вашего главного механика, который работает на вашем предприятии? Тарчук. А? Тарчук. Как его зовут? Виталий Владимирович. Он работает на вашем собственном предприятии, да? Да. А здесь он работал... Главным механиком, да. Главный механик. Пожалуйста, ваш главный механик. То есть, механик вашего личного предприятия ездит на заправку, и опять стоит Вольво, символ демократии ДРСУ. Все заправки, и на мою машину, и на эту всю булку. Я под нему сколько выполнено работы. Не обязательно, чтобы бус заправлялся. А, нет, заливали в легковой... Да, я забирал этих 30 или 40 литров, которые положено было на этот рейс, забирал на свою машину. Я говорю так, как есть. Нет, вы сказали про автобус. А тут машина... Автобус выполнял работу, но я забирал... Ну, хорошо, скажите мне, пожалуйста. Когда на заправке постоянно заправляется машина вашего зятя, заправляется машина вашего главного механика, заправляется ваша, заправляется босс, то есть только не хватает там только кумовей, понимаете? Это раз, два. Скажу вам в этом году. У меня аудиозаписи, где вы говорите конкретно. Так, грейдер, например, накладная. Значит, за день, значит, залили в него 80 литров топлива. У меня аудиозаписи, сейчас просто мне не... Значит, аудиозапись, где вы в этот же день идёте, и не просто аудиозапись, а с чеком, с накладной грейдера, где вы грейдер заправляете на 80 литров. Через 5 минут вы едете, значит, берёте карточку, заправляете 60 литров, списываете на грейдер. Послушайте, это бесконечная история. И когда вы говорите на задании, и машина зятя на задании, и ваша на задании, и главный этот механик на задании, который у вас, ну, послушайте, ну это уже о каких заданиях? Всё было в счёт вот этих перевозок, которые автобус сделал, понимаете? Я под нему посчитаю, пускай будет там хоть 20 заправок. Я вам предоставлю 25 накладных, будет больше. Потому что возьмите даже по последнему случаю, пусть подтвердят заправщики, всё. Не заправился босс вообще. Потому что надо было оперативно сделать, и потом приехал, так оставили, всё. Не надо оперативно, да заправщики сами уже не спят всю ночь, выходят и так далее. Заправщики тоже переживают сейчас не меньше вашего, потому что заправщики сейчас имеют все основания тоже получить запчёт. Просто на всех видео. Вы самый доверенный водитель здесь или что? Потому что ваше симпатичное лицо абсолютно на всех. И вы подъезжаете, как в фильмах. Либо он приезжает первый, и ты раз подъехал, закрыл, либо ты заехал. Я в одно время, мы с ними начинаем работать по путёвке. Я ждал 7 часов. Ты не понял, про что? Я говорю про другое. Я говорю про то, что ты стоишь припаркованный возле заправки. То есть, послушайте, я эти все видео просто в объединю, в одно я тебе передам, посмотришь. То есть это... Я убедился. Вопрос. Значит, это ты выполнял по команде, тебе просто говорили, что надо, и ты вот под свою ответственность берёшь... Ну, он и руководство сказал, я что буду сопротивляться, или вот как-то... Слушай, а если руководство завтра скажет... Сказал, что срочно нужно, эта машина там... А если руководство скажет завтра подождать центральную... Ну, я думаю, надо такого не дойдёт. Не, ну при чём тут, я думаю, при чём тут... Ну, Юрий, ну так руководство, я человек маленький, что я буду сопротивляться, возмущаться. Сказали, что нужно для поездки, для буса заправить бус, там, что надо. На самых, самых больше спрос получается. Почему с той же самой бус... Ну, так с простых рабочих всегда больше спрашивают... Нет, ребят, ну, когда вам говорят, что... Начинают драться обвинять, а мы виноваты. Нет, у меня вопрос один. Значит, когда сказали один раз, когда сказали два или три за год, это одна из ситуаций. Но когда это происходит постоянно, я как раз не устроен был вчера тем ответом, что мне сказали, а, там разобрались, водитель возместит. Потому что, понятно, водитель берёт, передаёт пистолет, и так далее. Я же понимаю, что происходит, просто как можно это делать очень часто, и тебя это вообще не беспокоит. Просто так можно сесть по дурости, понимаешь? Так, да. Как hemos Brooke выслуги, поведен капсуолитved, ус Guidка принятую компанию wahладную ритуацию, borough великолепную ритуацию и полис creates и Bereich, и вот так возможно, вот это было fear, и tongue заходя, когда пробetes, что оказалось? Ог Megан landsланы свои пилотанные Продолжение следует... 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 Продолжение следует...